короче уже но 24 сейчас монтирую видос сколько я уже таких штук снял за этот год это просто жесть короче я только что загрузил трек для того чтобы проверить его на авторство и он так идеально лег просто вот если сейчас он будет не завтрен я буду вообще очень счастлив может просто ходим был не завтрен все давайте давайте опять вместе проверим потому что когда мы проверяем это вместе мне это делать блин хоть бы он был не завтрен да блин этот год меня убьет просто-напросто блин почему что ну почему короче вторая попытка я загрузил короче ролик с этим треком там другой не по-другому сделал блин еще будет завтра надо это будет вообще печально очень все 1 2 3 так ну-ка 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 стоп ничего не завтра на ну-ка подождем к чуть-чуть интересно короче всем здорово чуваки начинается новый день час 2 часа ночи я смонтировал видос все-таки и он вроде оказала вроде как оказался незавтренным оставил пока что посмотрю потом приду когда сейчас короче пойду за волей зайду ему прям просто походим по городу потому что уже надоело переписываться и это очень сильно бесит мы уже очень давно не виделись последний раз это было в июне когда я забирал книгу у нее китайское исследование если это раз не считать то это было в 2016 году вот на улице просто мега тихо никого нету даже ветра поэтому не особо холодно каково тебе вернуться из кореи вот дно под названием киришу у меня были очень хорошие мысли о том что я приеду все меня с распростертыми объятиями встретят но я не думала что я здесь тогда долго задержусь потому что я хотела вернуться в питер как можно быстрее потому что пипец здесь вообще тут можно реально свихнуться потому что как бы первые два дня было здорово все люди после филиппин была такая же тема два дня первой да и потом все на третий день уже все люди которые видели меня меня узнавали таксисты они такие типа о да ты в америке там была там бла-бла-бла все со мной общались как будто какая-то супер популярная звезда у меня 500 человек подписчиков только в инстаграме это где было здесь кириша кириша ну я сначала я из москвы сразу же кириш поехала ну через эту пересадку первые два дня было более-менее потом я поняла что здесь делать нечего ну мне назначили лечение где-то приемов 5 или 6 у врача и они затянулись потому что мне операцию сделали теперь нельзя ничего делать хочу про норвегию говорила а моя подруга позвала меня в норвегию сказала что это будет не очень дорого но я увидела билета за 30 тысяч только в ту сторону с норвеги в одну сторону я видела как она покупала билет себя чем-то дорого вообще было бы конечно здорово но поскольку мне нужно помогать своим ребятам с бизнесом надо будет останавливаться в питере да я хочу в питере побыть и тысячи разные не было там с момента ну я только на московском вокзале туда-сюда просто нет это ну я хотела вернуться потому что я знала что у меня здесь есть дело я приехала мне так много цели я все хочу я все смогу и сейчас я понимаю что я уже две недели ничего не делаю то что я хотела делать потому что мне тупо нет возможности это делать потому что когда я хочу почитать маша доебывается на меня извините мама просит какие-то дела делать кто-то что-то постоянно от меня хочет и я даже пытаюсь найти кафе здесь чтобы посидеть и почитать так нет такого кафе да нет такого да это это ну поскольку я уже привыкла потому что в корее я все время сижу в кафе и читаю здесь я не могу этого делать мне кажется что почему-то там прям не знаю там больше под америку сделано все даже нет у меня просто у нас просто была мысль когда мы были на брака и мы думали полететь всего две недели вместо того чтобы на самале два месяца пожить как мы жили и таким изобилием не к нам казалось что типа какой-то супер супер дорогое место где короче всего дорого да правда дорого потому что ну если бы не но если бы не бесплатное жилье и неоплачиваемый транспорт то есть я не вообще не платила за это мне кажется я потом две недели прожила только максимум или ты так я там чуть больше месяца прожила плюс и да еще ну я и при том что меня частенько кормили потому что ну и друзья постоянно угощали еще что-то просто я настолько падкая вот на все эти вот безделушки на всякую-то косметику я просто пришлось покупать еще один чемодан я тебе вроде рассказывала чтобы всю эту хероту запихнуть и знаешь что мне сказали все мои друзья но как бы родители в первую очередь это кстати ты же привезла много всего им а чё ты так мало привезла я с сестрой до сих пор не разговариваю потому что настолько я расстроилась я привез один магнитик всего лишь я через силу я покупал его это последний раз когда я что-либо привозила из какой-то страны для кого-то реально это нормально если что-то что я увижу и вспомню про кого-то то я привезу поэтому но больше вообще никому не рекомендую потому что я очень много денег на это потратила а так хочу поскорее в питер уехать я ненавижу питер у меня питер связано очень-очень депрессивными временами я последний раз там был в марсе после раз там вот раздавали визитки мы и я ими раздавал еще больше то они говорили про батуты в этом году мы не ездили в этом году еще раз потому что деньги не тратим не ну как бы у кого как видишь я вспоминаю свою жизнь до кореи вот которая была у меня и у меня постоянно были дела я не могла даже одна оставаться дома а сейчас я понимаю что я все хочу но теперь у меня возможность нет надо выбираться отсюда надо выбираться единственное ну потому что я уволилась с работы за несколько недель до отлета я выписал но я перестала снимать квартиру за месяц или за два месяца чтобы сэкономить денег я жила у подруги и короче я сэкономила деньги просто купила билеты уехала и сейчас я понимаю почему я хочу в питер потому что мне там дел куча не нужно успеть за очень короткий срок найти работу и найти квартиру как бы понятно все хотят отсюда уехать но а типа кто в киришево живут да 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 вот сейчас общаюсь со всякими друзьями вот понимал кого-то реальные цели блин я на завод устроилась работать мне одна подруга говорит я говорю заебись я пытаюсь говорить но я понимаю что мне не слышат потому что у всех этот блок в голове у меня не получится у меня не получится я даже не думаю об этом мне не получится просто я хочу в новую зеландию блин я туда очень хочу вообще очень хочу туда но нет такой цели где себе очень сильно захотел то я бы там уже был но сейчас короче сейчас у меня сама знаешь что короче а вот туда билет 59 тысяч через три пересадки где сам последняя в англии самая последняя я не смотрела просто я взглянула цену и взглянула пересадки я что-то ну я никогда не делала такие виды вообще жесть туда ехать с техникой наверное с хорошей или же просто с наблюдать глазами все суши мне будет грузии достаточно я очень хочу поехать грузии тоже круто это уже когда по весне мне кажется будет здорово а еще не знаю когда я куда-нибудь поеду я не знаю мне так жалко то что ну это я конечно не могу сказать что ты тратишь время впустую но я думаю что я реально знаю покажется куда произойдет поэтому ну короче типа настоящий я смотрю твои влоги очень часто ты мне говоришь что может произойти в любой момент я не так страшно что ты вот просто если вы переписывать и вот как прошлый раз блин пойдем куда-нибудь выйдем ой сорянчик я блин на филиппинах уже живу хуево тучи в времени ну будь добр предупредить меня в этот раз я бы мы снимали будут подобное просто 2013 году 12 году вы хотели это пересмотреть да конечно так если мы переписки перечитываем до сих пор не у меня переписки нету я вообще все диалоги удаляю постоянно не знаю почему я почему-то боюсь держать вот это все ну слушай я готова все диалоги удалить кроме твоего даже с твоей старой страницы потому что она настолько это 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 я очень сильно чувствую это на самом деле бесконечно об этом говорить потому что у нас в этом плане мозг почти почти одинаково работает нет типа тема такая то что работать нужно временности нужно каких-то день ты подработал заработал на какую-то определенную цель которая в принципе ну как бы любом случае нужно нужно создавать пассивный доход ты же понимаешь да понимаю и вообще завиду людям которые вообще придумывать что-то в этом плане потому что моя мама мне говорит работай в икее ты там хорошо работала давай работа там всю жизнь я говорю мам но я через два года даже как бы планирую вообще не здесь жить например он такая ну-ка чё тебе дадут отпуск один месяц ты там полетаешь куда ты хочешь и вернешься абсолютно то же самое говорят типа и кирилл один вот оператор работ работа и типа на филиппины будешь ездить две недели в году я такой мужик бородатый типа иду и бородатый не у меня не растет борода у меня растет какой-то кусок я его сбиваю жизнь в кайф вообще сколько время четыре утра ты пошутил реально четыре утра блин почему ты не снимал такое 2013 не знаю мы слишком были поглощены друг другом так что все карты на стол я только не умел горизонтально снимать я снимал вот так вот так и надо фу ты же ужасно как так можно я не вижу таких людей кто так снимает ай все хватит все у меня рука замерзла все так умерзни дальше я тебе могу перчатки лезть не не надо все да в смысле у меня в смысле короче на телефон включить все короче все чуваки сейчас уже пять утра нет сейчас где-то 4.35 утра или 4.40 я не знаю сколько времени я должен снять этот момент просто его засниму и но я не буду говорить что это ничего 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 не хочу говорить давайте просто постоим и посмотрим послушаем эту тихую улицу давайте я еще раз это скажу закончилось еще одна тренировка 7 километров 700 метров это было как всегда круто кстати знаете от чего я офигел от того что блин я когда сегодня сделал эту тему вышел на улицу и короче прошелся до кругов до сюда потом пробежался сейчас немножко снял вот так вот на последнем круге для носа и вдохнул воздух я просто охренел насколько он воняет это просто настолько вонятский запах был что я вспоминаю типа блин как как мы вообще типа ну не чувствовали никогда его но воняет просто дикость вообще ужасно то есть каким то знаете канализационными нефтяными отходами я не знаю чем пахнет но прям очень воняет отвратительно ужасный воздух были на самом деле здесь опасно жить потому что здесь реально можно умереть потому что реально очень грязный воздух и на самом деле блин это реально вообще как у меня нет слов реально ну блин почему так воняет ладно я погнал заберу штатив и пойду на пляж опять я слишком много разговариваю я не знаю почему я не знаю я не могу меньше разговаривать я не могу разговаривать короткими фразами как это было в крестендене в пятнадцатом году не знаю возможно я когда-нибудь снова к этом приду но пока что мне просто хочется разговаривать на камеру и вести ну делать то что как бы типа хочется как это вы Turks и у нас есть сегодня особо каких-то планов на день нету потому что видео я сделал тренировку я сходил мы сначала джаз сходить буду часто сходил что за странное время это типа сейчас со мной стоите здесь конечно я офигел от запаха потому что я тебе вообще боюсь дышать всем воздухом где бы я ни был у моего подъезда на набережной сейчас здесь у реки везде воняет но это вообще жесть просто попробуйте сделать сами и вы понимаете почему я сейчас говорю отвратительный запах можно реально задохнуться по ходу на самом деле можно во всем видеть красоту я это и я вижу ее реально вижу на пальму все-таки лучше блин не знаю что сказать ощущение будто тут какая-то коробка короче мы типа в ней сидим коробка под названием кириши нет это такая тюрьма короче видите даже здание на тюрьму похоже мы сидим в этой тюрьме у нас есть она как бы ну размером получается этот город мы сидим своих камерах то есть своих квартирах иногда мы выходим погулять ходим какие-то учебные учебные учреждения но я против людей которые хотя никто в принципе не зависим ни от чего каждый может просто в любой момент взять что-то изменить если бы сейчас не канал который мы развиваем я бы уже здесь не был я бы что-то я я бы что-то сделал створи я заработал как-то я бы да блин была бы другая жизнь я не буду темно размышлять потому что не знаю что вообще было бы но держит в этом городе меня только канал только нас нас только держит в этом городе канал все нас в этом городе держит только канал больше ничего вчера разговаривали с даником и он мне сказал что сейчас он как бы ну работает типа на заводе и вот сейчас настоящее время он говорит что чувствует себя стоять самым настоящим рабом то что ты делаешь тяжелую работу за очень маленькую за очень маленькую зарплату это что он сказал мне типа типа кирилл не стоит ехать на завод даже ради влога ради одного дня потому что типа это помойная яма где дно пробивает еще одно дно где прям ну типа он говорит что еле типа в автобусе с мужиками от которых воняет мочой какой-то это ужас то есть автобусы набит то есть но это ужас это ад на земле реальный тот здесь нельзя просто так молчать типа в этом потому что когда ты все осознаешь станови и когда ты живешь в этом становится дико жестко прям ну как вы понимаете вот люди да они жену они спят ну блин не надо никого обмануть и спят они ничего не видят все постоянно куда-то бегут все постоянно куда-то торопятся это ужасно обожаю когда хурума без косточек короче это прям почему постоянно говорю короче обожаю когда хурума без косточек потому что потому что это круто еще короче вот тут тут летает это не твоя еда вообще не чья еда никогда не снимал давайте снимем как тут все сейчас на каникулах сколько времени уже уже три часа тридцать минут офигеть короче прямо сейчас я иду за деталью которая пришла ко мне типа до велика аж верите по ремонте вот уже очень давно уже недели четыре наверное смотрите кого я здесь нашел это так странно а как на улице быстро темнеет вообще зикость какая-то как будто бы и не было дня хотя блин его и не было потому что я лег очень поздно алек в 7 утра получается где-то привет бас басик мучка что ты да что погладить им не даешь как поживаешь нормально а каникулы начались да у меня карантин 2 дня четверг пятница так что со средой не учишься уже ну в среду училась а теперь пятница миндос тебе сюда нельзя все отлично полазил все все да я мало дома? да знаете когда я ощущаю хотя бы малейший негатив все у меня сразу же как будто бы от меня часть отрывают просто от меня и такое сразу все надо теперь восстанавливаться после этого дома как-то все блин постоянно на каком-то взводе я уже настолько от этого отвык потому что раньше же я жил постоянно в таком так сказать энергичном пространстве негативно энергичном и я уже очень сильно от этого отвык я привык к тишине больше и когда я каждый раз прихожу домой я прям вообще типа блин какого фига так громко говорить какого фига так громко кричать ладно сейчас нужно быстро успеть взять посылку на почте и отнести ее папе ах ты ни хрена себе магазин пустой стал у Макса давайте найдем Макса что-то нет Макса лето лето ах ауааааа isesti что делать место Знаете, бесит эта ограниченность в сознании, вообще в голове, как это у мужика может быть карта Рио Гош, это просто настолько сильно непонятно мне, прям, ну типа, короче, мама попросила карту, чтобы я взял у папы, у своего, типа, мам поедит в Питер, ну, чтобы там скидку какую-нибудь сделали, по этой карте у папы там много карт разных, скидочных, ну блин, как можно было сказать, Короче, я забрал посылку, вот посылка, вот посылка, и я не буду ее распаковывать, точнее, нет, вопрос вышел по-другому, типа, как у мужика может быть карта Рио Гош, зачем она ему, ну блин, это же просто понять, блин, подписки сегодня опять дофига наснимал, не могу остановиться, не снимать. Мама, на тренировку пошла? Угу. Куда она приедет? А где она девать еще? Как тренируется она? Угу, она витнес ходит. Девочка. Но она идет поздно, в 9-7 день ночи. Короче, финанс. ЧТО? ЧТО? Клепс не раз в кино ходила. А я? Не помню. Не помню. Знаешь, чем ленте продается теперь? ЧТО? Папайя. Ну, лучше ее не покупать. Лучше дождаться филиппины. А что это стоит? 200 рублей за штуку. А, 7-7. 7 рублей за килограмм. Не, я при желании, так как купать не могу. Уфига. ЧТО ты будешь насос разбирать, те, кто тебя разрешит. Да. Вот так, пошагу. Нет, просто посмотрите, хотя бы кто из вида такой. Почему 5-й курс? Там уже 4 года. Чуть как прям 5-й курс. Там уже 4 года получается всего. 3,5. Ну, да. И 5-й курс это по средней полугода. Почему 5-й? 4-й. У вас как? А, у вас, как? Сейчас скажу, подождите. Сейчас же на 2-й курсе. Да, у вас уже по-новому. Субтитры создавал DimaTorzok